На чемпионате мира известные полуфиналисты подводим итоги. Сыграно 60 матчей, забито 158 голов, в среднем вышло 2,6 за игру, нанесено 1357 ударов, совершено почти 60 тысяч передач, арбитры показали 206 желтых и 4 красные карточки, одна из них была в матче Марокко и Португалии, марокканцы в меньшинстве одержали победу и первой африканской страной вышли в полуфинал. Мы узнали, что Роналду сыграл 196 матч за сборную и делит первое место по этому показателю с кувеетским игроком. Хорватия успешно провела вторую серию пенальти, выбив Бразилию. Неймар сравнялся с Пиле по количеству голов за сборную, у футболистов по 77 мячей. Вратарь команды-победительница Доминика Левакович совершил 11 сейвов и установил рекорд этого чемпионата. Впервые мы увидели такое количество плачущих блондинов, увидели как плакал Неймар, плакал после вылета и Роналду. Друзья, на чемпионате мира по футболу полным ходом идет плей-офф, это значит, что сейчас самое время заработать. Телеграм-канал Утка Геймс дает на каждый матч чемпионата бесплатный прогноз, то есть каждый день по 2-3 бесплатных прогноза, поэтому заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Нидерланды уступили в серии пенальти аргентинцам. Месси отдал рекордный пятый голевой пас в плей-офф чемпионатов мира. Лео догнал Батистуту по количеству голов за Аргентину на кубках мира 10. Мы узнали, что в серии пенальти могут давать красные карточки. Демфрис был удален за неспортивное поведение. Сборную Нидерландов покинул Ван Гау. Ему тут же нашли замену. Новым оранжевым тренером стал Куман. Бразилию покинул в свою очередь Тите. Англия проиграла Франции 1-2. Арбитр поставил два пенальти ворота действующих чемпионов, но Кейну удалось реализовать только один из них. Однако он догнал Руни по количеству голов за Англию, по 53 у них. Удивительный четверть финалы. Роналду догнал Аль Мутаби по количеству игр. Немар догнал Пеле. Месси Батистуту. Кейн Руни. Леорис обошел Лилиама Терама и провел рекордный 143-й матч за Францию. На чемпионате мира остаются еще две европейские сборные. Это финалисты прошлого розыгрыша Хорватия и Франция, чемпион 1978 и 1986 года Аргентина и крепкая сборная Марокко. Хорватия вновь может сыграть с Францией в финале, если обойдет Аргентину, а гальские петухи – свою бывшую колонию Марокко. Одной колонии они на этом турнире уже проиграли в группе Тунису. 13 декабря в 22.00 по московскому времени Аргентина, у которой 4 победы подряд, сразится с Хорватией, которая не проигрывает уже последние 11 матчей. На следующий день, 14 декабря, в среду, Франция покажет свой оскал Марокко, которая имеет 12 матчей без поражений везде. За золотую бутсу борются три футболиста. Француз Мбаппе – лидер бомбардистской гонки, он забил уже 5 мячей. У Месси жил по 4, лучшие ассистенты Кейн Англия, Бруно Фернандеш Португалия и Гриз Маныч имеют по 3 передачи. Накидывайте класс, если выпуск зашел, услышимся на спортивном.